Так, всем приветули, мои чекули, мои красотули, мои бамбули, я вас обожаю, я вас всех люблю. Как у вас дела? Надеюсь, что у вас всё хорошо, у вас в семье всё классно, всё спокойно, как в Багдате. Сегодняшний ролик, конечно, многим не понравится, но что я могу сделать? Люди разные. Сегодня с утра, когда смотрела прямой эфир у Фимочки, короче, я расстроилась, я там узнала одну такую неприятную новость, и честно, слово мне аж плохо стало. Люди любите, друг друга цените, потому что я узнала, что одна прекрасная женщина, очень действительно хорошая блогерша, что её больше с нами нету, она действительно была прекрасной, и всегда поддерживала меня. Это очень грустно, я так плакала, честно. Ну, а потом, когда я в себя пришла, я на работе была, и увидела ролик Инны Судаковой, мои девочки, мои сладкие, я желаю ей здоровья, я обрадовалась из-за того, что она получила серебряную кнопочку. Инночка, поздравляю, ты получила, ты заслужила этого, честно, я плакала вместе с тобой, и, наконец-то, я поняла, что такое слёзы счастья. Я давно мечтала об этом, чтобы знать, что это такое слёзы счастья. Ну, вот, что я хотела сказать, Инночка, моя сладкая девочка, я тебя люблю, я тебя обожаю, спасибо Богу, что ты есть, спасибо, что ты меня радуешь, спасибо, что зрителям радуешь, тебя все любят, ценят, ну, а те, которые не ценят, конечно, ну, это их не проблема. Что хотела сказать, девочки, я только что решила Инночке отправить посылку, и хотела собирать эту посылку вместе с вами. Я Инне вот купила вот такую футболочку, так как она носит спортивные штаны, я думаю, что ей будет в этой футболке удобно, там материя очень классная и очень прикольная. Я купила ещё одну футболку для её подруги Жени, которая ходит с ней в лес, вот, чтобы они одевали вот так и ходили в лес. Оно действительно прикольное и красивое. И, конечно же, я такой человек, что я купила Инне маме вот такую футболку, очень мягкая, очень прикольная, вот эти ромашечки как будто 3D. Это Инне маме, чтобы она одевала и была красивая. Купила моей Инночке вот такой кофе, я не знаю, какое оно, но это в зёрнах. Надеюсь, ей понравится. Да. Купила моей Инночке от марки Insane Nouran. Вот такой корректор для глаз и помаду красную. Те, которые её не любят, не уважают, я им купила вот такую шоколадку, чтобы Инна съела и чтобы им легче стало. Извините, конечно. Да, купила, конечно же, Инне моей. Вот такие конфетики Lindor. Они очень вкусные. Мне придётся их просто разбрасывать, ну, чтобы места больше было. Это первая посылка, что я ей отправляю. Так, это сюрприз, если вы хотите видеть, что именно внутри вот этого. Посмотрите, когда она получит её канал, и она вам покажет, что внутри было. И, конечно же, я ей купила марки помада Dior. Да. Очень красивая помада, очень классно пахнет. Как раз такой же цвет. Яркий, красный, как она. И, конечно же, купила моей Инночке вот такой магнитик в холодильник. На холодильник тут написано Барселона. Ну, а вот это Бу. Бу счастье купила. Тут написано Love. Вот она поставит у себя. Вообще-то здесь говорят, Бу, это на счастье. Я дарю ей на счастье. И, конечно же, постараюсь ей положить вот эти испанские хамоны. Вот они так выглядят. Да, постараюсь сейчас я их с холодильника вытянула. Вытерти их. Или пускай ещё пять минут постоят. Чтобы отправить. Пускай она просто попробует. Узнает вкус Испании. Как раз Инночка с венцом то, что надо. Ну, что, мои лапульки, мне придётся их, короче, красиво сложить. И, конечно же, отправить. Да. Вот такие дела мои классные. Я ей это делаю от души, от сердца. Хотя Инна мне говорила, что не надо. Она говорит, Алинка, ты так тяжело работаешь. Не надо, не надо. Но она заслужила, честно. Она, помню, на моё день рождение с Индрой позвонили. И этот день сделали мне яркий, солнечный, короче. И мне очень понравилось. Потому что до этого я была очень грустная. Ну, конечно, следующая посылка ближе уже, там, не знаю, в августе как. Я должна сделать Индре. Потому что Индра тоже мне много чего делает. И внимание, и то. А Галя, она ж возле меня. Я когда захочу, я тогда ей и смогу всегда сделать приятное. Так что, моя хорошая Инна, действительно, заслужила этого. И поэтому будем слаживать. Очень такая материя, такая классная. Сейчас надо будет их так сложить, чтобы всё-всё-всё это поместилось там. Сейчас, конечно, я на почте должна говорить, что внутри мясного ничего нету. Но, действительно, один хамон, ничего страшного, да? Я не знаю, постараюсь я как-то вот так. А мне ещё на почте и скажут, да, что. Так. Иммон тоже пошёл. Помада Диор. Вот помада Диор, да, действительно, оно дорогое. И, конечно же, моё Буа. Это вообще я люблю. У меня дома тоже есть Бу. Это вообще говорят на счастье. Я думаю, что Инна, когда будет видеть, она будет смотреть на Буа. И будет говорить, что моя Алинка. Это вот сверху положила. Я не знаю, это в пакетики положить. Наверное, да. Вот. А шоколадку, конечно. Да? Так, это Женя. Я её не знаю, честно. Но по Инанам рассказам она очень классная девочка. И раз она с Инной, значит, она же такая добрая, такая же классная, как Инна. Поэтому вот это с клубникой будет Женечке от меня. Ну, а вот это уже мои Инночки. Мне нравится, когда она одевает спортивный костюм. А спортивный костюм можно вот внизу одевать. Если кто-то спросит, зачем ты цены снимаешь. Ну, чтоб, не дай бог, там на почте не говорили, сколько стоит. Да, я всегда на почте оцениваю меньше. Чтоб они меньше колупались. Только из-за этого. А так... И вообще не люблю с цениками дарить, чтоб люди не говорили, зачем, зачем. Я думаю, как вы думаете, ей не понравится. Материя очень классная. Вот хотелось бы, чтоб она одела и спортивный костюм сверху. И когда захотела, расстегнула. И то, что надо. Так, не надо будет это... Девочки, хамон. Вот, хамон надо вытирать. И кофе осталось. И вот это. Конфеты, не знаю, так положить. Или просто разброс, наверное, разброс. А хамон надо будет вытирать, потому что они мокроватые. Оставить чуть-чуть, чтобы они просто от холодильника, да. Даже тут написано. Палета, десердо и берика. И берика это вообще очень дорогой хамон. И берика. Здесь оценивается у нас в Барселоне, особенно и берика. Да. Конечно, если они спросят, ты что-то есть съедобное положила? Мне придется сказать нет, потому что... Мне придется хамон в пакет положить. Здесь 100 грамм, и там 100 грамм. Вот эти 100 грамм, по-моему, они 104 евро. Касные. Я надеюсь, они дойдут. И она попробует. И оценит вкус Испании. Не каждому нравится, но... Попробовать это всегда хорошо. Ну что, мои сладкие, мои любимые. Мне придется их просто внизу положить. Поняли? Конфета. И это... Я думаю, что они же не откроют, да? Конфета. Вот это помада в дырку. Да. Вот хамон. Это как раз сюда. Вот. Это тот сюрприз, если вы захотите, что там внутри увидите. Да. Маечка сюда. О, кофе. Самое главное кофе. А вторая маечка. А, ладно. Вот это бой. Посмотри, куда положу. Да. Космик. Вот так. Это маечка. Вот так. Оскар. Денис, это эсси ю. Бам. Си. Да. И конфеты придется... Девочки, я так собираю. Не умею даже собирать. Представляете? Так, сейчас надо будет коту выпустить бы. Они бы... Так. Конфеты, наверное, придется... Боюсь, но... Я сейчас сверху пленку положу. И конфеты, наверное, разбросаю. Чтобы не было. Ну, так, короче, у меня вот так получилось. Все. Видите? Ну, что, я сейчас тут закрою пленкой и конфетки как-нибудь. Чтобы они, дай бог, растаяли. Чтобы они не испачкались. Я вас всех люблю и всех целую. Спасибо, что вы вместе со мной собрали посылку. Я вас всех люблю, всех ценю. И, пожалуйста, цените друг друга и любите жизнь короткая. Я вас всех люблю. Всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok